Мама, у меня 11 эмоций, это наверное так мало? Родная, у тебя 11 миллионов эмоций, ты вытащишь нас с отцом из нищеты. А у вас с папой сколько? Нам с твоим папой выделяется на год всего по 100 эмоций. Мы берем вашу дочь в самую лучшую школу в мире, так как у нее самое большое количество эмоций. Мама, а зачем в лучшую? Я хочу в обычную. Простите, мисс, она так шутит, моя дочь будет счастлива учиться в лучшей школе. Отлично, тогда мы подготовим для вас все документы. А правда, что ты из самой бедной семьи? Да, правда, а что? Просто в этой школе учимся мы, а мы все с богатой. Так, я тоже богатая, у меня 15 миллионов эмоций. На самом деле, я впервые вижу такое большое количество эмоций. Меня зовут Амалия, может быть будем дружить? Най, дочка, ты так изменилась, что с тобой происходит? У меня все в порядке, мама, а что? Ты свое лицо видела, ты совсем безэмоциональная. Раньше ты была улыбчивым ребенком, а сейчас что случилось? Я просто не хочу тратить эмоции, смысл их тратить, если я могу копить? Так ты ей так ничего не рассказала? Нет. Ты уверена, что все-таки стоит это делать? Это же как-то неправильно. Ты мне лучше расскажи, почему он такой? После того, как умерла его сестра, у него пропали совершенно все эмоции. Мам, я дома... Что? Куда у меня пропало 5 миллионов эмоций? Най, дочка, это я взяла. Мама, ну ты же знала, что я их копила. Я их отдала твоей сестре, и они были нужнее. У нее у самой было много... Они тебе были все равно ни к чему, Най. Ребята, сегодня праздник, день обмена эмоциями. Ты не передумала ему дарить эмоции? Да, только правда осталось у меня благодаря маме меньше. Итак, выберите человека, которому хотите подарить эмоции. И помните, что делать это можно только раз в 10 лет, будьте внимательны. Привет. Нет, я хочу подарить тебе 10 миллионов эмоций, а мне и одного миллиона хватит. Что? Нет, только не сейчас. Моя мама снова забрала мои эмоции, и у меня осталась только одна. Девочки, смотрите, у нее всего одна эмоция. Да, значит, ее сегодня выгонят из нашей школы. Не выгонят. Най, пожалуйста, пройдите в кабинет директора. Директриса, вы хотели меня видеть? Най, поскольку у вас всего одна эмоция, вы не можете учиться в нашей школе и оплачивать обучение. Хорошо, я поняла, до свидания. Всего доброго. О, господи, Най, что случилось? Ничего, мама, просто у меня осталась одна эмоция. Я не поняла, что произошло? Потому что вчера ты забрала у меня 6 миллионов эмоций и подарила моей сестре. Так, ты должна срочно заработать больше эмоций, чтобы мы снова их отдали твоей сестре. Найечка, ты такая безэмоциональная. Ты что-то хотела, сестренка? Да ничего, просто пришла тебе сказать, что меня пригласили перевезти в твою школу на твое место. Страшусь, все твои эмоции теперь у меня. Я за тебя рада, отлично. Ребята, это Най, она перевелась к вам из самой лучшей школы. Всем привет. Что? Из лучшей школы? Ну почему? Кто вообще из лучшей школы переводится в бедняцкую? Сюда переводятся те, у кого не остается эмоций для оплаты лучшей школы. Привет, ты вроде Най, а почему у тебя не осталось эмоций? Потому что у меня было 10 миллионов, и эти эмоции моя мама отдала моей сестре. Ого, какой ужас. Девочки, сегодня вечеринка в школе, вы все пойдете? Най, ну как, ты пойдешь? И куда ты собралась, Най? Я собралась на вечеринку, она будет у нас в школе. Постой, а ты что, не заработала эмоции для своей сестры? Ничего я не заработала, никому ничего не должна. Как ты не понимаешь, ты снова должна накопить эти эмоции, чтобы твоя сестра поступила в колледж? Най, как тебе мужика, крутая? Да, крутая. Девочки, это студенты из лучшей школы, зачем они здесь? Ты кого-нибудь из них знаешь? Знаю. Посмотрите на этого парня, какой он красивый, но взгляд надменный все портит. Подождите, он что, идет в нашу сторону? Здравствуй, ты что-то хотел? Девушки отдыхают. Раздавать эти эмоции. Система такого не любит. Может произойти сбой и обнулиться все, что вы имеете. Достань еще ручку. Что? Да она издевается. Что такое, Най? Моя мама списала с моего счета 50 миллионов эмоций. Что? Серьезно? Най, а ты слышала, что твоя сестенка купила себе самую последнюю модель Феррари? Пришла наконец-то. Мама, это уже ни в какие ворота. Ты не должна брать мои эмоции без разрешения. А то что, уйдешь из дома? Именно это я и сделаю. Можешь собирать вещи прямо сейчас. До 18 лет еще 2 года. Я сниму со твоего счета столько эмоций, сколько захочу. Здравствуйте. Вы обратились в полицию, что случилось? Моя мама забирает мои эмоции, они могут обнулиться. Девушка, вы шутите? У вас бесконечное количество эмоций. Но за ложное обращение мы снимаем с вас 100 миллионов эмоций. Что? Тебе что, реально не помогли в полиции? Как так? Они не то, что мне не помогли, они еще и эмоции с меня содрали. А как же, Люцифер, ты что, ему ничего не рассказывала? Я не знаю, я его уже давно не видела. И куда ты собралась? Я ухожу, мама, я буду жить у своей подруги. Я воспитывала тебя как родную дочь, а ты такая неблагодарная тварь. Что? Моя мама никогда не была тебе родной матерью. Поэтому за то, что я растила тебя, я возьму соответствующую плату. Мама, что ты наделала? А теперь держи свою сумку и выметайся из дома. Ты меня слишком расстроила, Ная. Да, ты слышала, что сказала моя мамочка? Выметайся. Смотрите, у нее минус 565 миллионов. Я не пойму, как она на ногах держится. Ей, наверное, очень больно. Я не понимаю, как она вообще не умерла. Как видите, я жива, ничего со мной не случилось. Итак, детки, выбирайте, что будете на обед. Я хочу стейк, можно мне его? А я хочу котлеты из панировки. А можно мне кашу на воде, пожалуйста? Ная, у тебя не хватает эмоций на обед, у тебя вообще минус. Смотрите, нищебродка даже на обед не хватает. Ребята, сегодня всем нужно сдать эмоции на продолжение обучения. У меня нет эмоций, я могу в другой раз? Ная, тогда вам придется покинуть нашу школу. За все обучение нужно платить, запомните это. Зачем ты пришла, я же сказала тебе выметаться из дома. Ты сказала, что ты моя не настоящая мать, но кто мои настоящие родители? Я растила тебя, как родную дочь, пока ты не стала неблагодарной тварью. Просто скажи мне, кто мои родители. И что, она так ничего не рассказала, кто твои родители? Она мне сказала, что они были какими-то пьяницами, и она воспитывала меня сама. В общем, главное без памяти, пока поживешь у меня, а потом разберемся, что делать дальше. Най, будешь кофе? Да, налей, пожалуйста. В срочной новости стало известно, что дочь президента и распределитель эмоций была похищена еще в младенчестве. Бред какой-то. Ная, сегодня ваш последний день в школе, вы должны покинуть ее. Я поняла, директриса, спасибо. Ребята, там президент приехал, срочно нужно пройти в актовый зал. Иди сходи в актовый зал, а потом выметайся из школы. Ребята, все вы знаете, что дочь президента была похищена. И чтобы ее найти, президент начислит ей большое количество эмоций. Если они появились у кого-то из вас, пожалуйста, сообщите. Он, походу, будет реально ездить в каждую школу и проверять. Жаль, что это оказалось нет, и я так надеялась, что ты дочь президента. Я тоже, но чудес не бывает, Кэти. Люцифер, где ты был? Я тебя так долго искала. Что, но? Доченька моя родная, неужели это ты? Неужели я нашел тебя? Папа? Мой отец создатель эмоций и президент не может быть. Да, Ная, Люцифер, нашел твоего отца. Я должна вернуться домой и поговорить с матерью. Зачем? Ты уверена, что это хорошая идея? Она украла меня у родных, родители всю жизнь забирала мои эмоции. Она должна ответить. Мама? Зачем ты вернулась? Я же сказала тебе не переступать порог этого дома. Ты похитила меня у родных, родителей, всю жизнь забирала мои эмоции. Они сами тебя выкинули, а эмоции я забирала, как плату за то, что я тебя воспитываю. Мамочка, у нее так много эмоций, можно я заберу себе? Конечно, родная, бери. Смотрите, это она, потерянная дочь президента. Ная, подождите, могли бы вы дать мне интервью? Зачем? Я ведь сама ничего не знаю. Сейчас вы единственный человек в мире, у которого больше всего эмоций. Это ненадолго. Ты как? Кэти, это несправедливо. Пока мне не исполнилось 18 лет, мать спокойно списывает мои эмоции. Ты должна рассказать об этом отцу, он разберется. Я тоже об этом думала, но решила, что разберусь с этим сама. Ная, вас вызывают к директору. Директриса, вы меня вызывали? Да, Ная, я вчера вам говорила покинуть нашу школу, но я ошиблась. Я хочу, чтобы вы продолжили наше обучение. Да неужели? Да, конечно, сейчас в вашего счета спишутся средства за обучение. Девушка к президенту нельзя. Это мой отец, отпустите. Все в порядке, это моя дочь. Что такое, родная? Папа, я хотела с тобой поговорить. Я тебя внимательно слушаю. Ты ведь создатель этих эмоций. Я не понимаю, к чему ты планишь. Что ты задумала, Ная? Мне нужна твоя помощь. Мамочка дорогая. Пришла дать нам еще эмоций? Кристиночка, иди возьми, сколько тебе нужно. Да, берите, конечно. Мне как раз нужны эмоции на новое платье. Ай, о господи, что ты делаешь? Доченька, я же тебя люблю. Я ошиблась. Сестренка, я тебя тоже люблю. Останься с нами. Конечно. В срочной новости найденная дочь президента провела реформу, и теперь она начисляет эмоции всем, кто этого заслуживает. А еще, наконец-то, она приняла руку и сердце.